Так, это у нас второй бой отборочных. В описании под видео будут ссылки, пройдя по которым вы сможете записаться на турнир и сами принять участие в отборочных, либо попасть в чат для игроков, где сможете просто поиграть в эту игру. Где скачать ее, как установить гайд тоже есть и ссылки тоже в описании под видео будут. Напоминаю, это у нас отборочная на пятый турнир и осталось всего 7 мест и ребята играют уже зеркальную карту, оба Дмитрия, сверху у нас теперь Гоблин и за Гоблина играет Воин, а снизу у нас Изенгард и за Изенгард играет Неоникс. Строительство бушует полным ходом. Каждый из ребят использует свою тактику. И карта у нас очень знакомая, Изенские броды. Посмотрим, кто победит на этот раз. Строители должны постоянно находиться в движении, что-то делать, производить и вкладываться в мощь фракции. Видим, через какие постройки идет Изенгард и видим, что запланировали Гоблины для себя. Такая вот смелая драка. И победа. А это, в свою очередь, доступ к ресурсам. Причем к немалым. Нейтралов на этой карте много, так что есть чем поживиться. Причем, что здесь есть Surenис. Что, правда? День рождения. Остальальвен. Уда. Когда? 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 Свалить! Очень-очень хороший выбор войска для уничтожения нейтралов, потому что фактически, без серьезных потерь, разбивают любого рода нейтралов на этой карте. И ожидаемый удар по экономике изенгарда, причем удар, который тяжело отразить, ввиду силы и прокачанности этих самых полутроллей. Продолжение следует... Отрядов становится больше и экономику изенгарда рушить становится легче. Иди! Ловушка для троллей от дикарей Думланда. И есть надежда, что арбалетчики смогут хотя бы уменьшить численность отрядов. Эту атаку, скорее всего, изенгард отобьет. Ждем интересных ходов от изенгарда, но пока что изенгард занят обороной. Так, а что у нас гоблины? Чем могут ответить? Смотрим в пещерах, что у них есть. Смотрим в пещерах, что у них есть. И посмотрим по ресурсам, а также по очкам. Летучие мышки это у нас гоблины. Да, очки быстрее растут у гоблинов. Ну и по ресурсам вы видите тоже какая ситуация. А также какая ситуация по очкам командования, что указывает о количестве армии в наличии у каждого из игроков. Очень быстро гоблины меняют дислокацию за счет ям и пещер. Они могут сразить противника, который попытается напасть на одной из таких логов. Поехали! Хазок! Калал Моори! Лурц большой опасности и погибает. Враги там! Арбалетчики не успевают отойти и тоже погибают. Какую-то Урукхай пытаются остановить полу троллей. Полу троллей решают отойти. Это не их битва. Ну вот теперь получив подкрепление будет совсем другой результат. И Азок у нас уже пятого уровня. Хм, мародерство. Хм, мародерство. Изенгард опять попадает в глухую оборону. И контроль над картой полностью достается гоблинам, которые продолжают готовить новые-новые сюрпризы. О, опять Лурц погибает. Продолжение следует... Продолжение следует... Варги видимо, чтобы контрить пауков. Азок уже шестого уровня. Ого! Сейчас будет изенгарды больно. Великаны начинают уничтожать крепость. Дикарей Думанда вызывают гоблины. Да, это вторая победа Димы. Луговца. Так как сражаются у нас тоже два Димы. А для зрителей скажу, что в описании под видео вас ждут ссылки, необходимые для того, чтобы присоединиться к участию в одной части. Уборочных и в турнире. Поэтому приглашаем. Третий бой. Не можешь третий играть.